Для нас общение с вами это не работа, это удовольствие, и поэтому мы, друзья, решили все-таки пообщаться с вами сегодня. Прошу прощения у всех тех, кто был свидетелем наших технических неурядиц, все же шаббат это такая история, когда случаются сверхъестественные вещи. Итак, вы смотрите канал CryptoDealers, меня зовут Руслан, и сегодня мы вновь с вами будем говорить о биткоине. Почему о биткоине? Потому что, как вы могли увидеть по нашей заставке, до халвинга биткоина остается 266 дней, 8 часов и 28 минут. То есть у каждого из вас есть 266 дней, чтобы решить вместе с нами, вместе с командой CryptoDealers, достойны ли вы того, чтобы поиметь биткоин. Напомню, прошлые годы наши все эфиры заканчивались, начинались с фразой «Да пребудет с вами блокчейн». Теперь мы решили поменять концептуально слоган, тот посыл, с которым мы будем к вам выходить, и давать вам не столько информацию техническую про блокчейн, сколько давать вам информацию про криптовалюты. И в частности, основной акцент мы будем ставить на биткоин, экономику децентрализованных финансов, если конкретно говорить, акценты все наши будут расставлены на биткоин. Потому что мы считаем, что каждый из вас достоин того, чтобы не просто иметь биткоин, но и поиметь биткоин. Если у вас хватило мозгов, если у вас хватило терпения, чтобы купить биткоин, то следующим шагом это выжать из покупки биткоина максимальную выгоду для себя, для своих детей, для детей ваших детей. И вот об этом сегодня мы с вами также будем говорить. И тема нашего сегодняшнего эфира, она довольно-таки проста. Она звучит так, где покупают биткоин? То есть очень важно, изучая биткоин, понимать разнообразные вообще стороны происходящего и смотреть на то, что влияет на рост биткоина сейчас, что может повлиять на рост биткоина в перспективе, не знаю, в ближайших трех месяцев, полугода, до халвинга. Я напоминаю, что до халвинга биткоина 266 у нас дней. И давайте посмотрим у нас, что происходит вообще в целом с курсом. Вот прямо сейчас у нас биткоин стоит 29 132 доллара за последнюю неделю. Если мы с вами покажем, то график он у нас так немного все-таки падал. Если мы с вами посмотрим месяц, то зелененьким у нас пиковые события были 14 июля. И далее биткоин начал активно у нас довольно-таки активно проваливаться. И многие эксперты говорят о том, что если мы упадем ниже цифры 29 тысяч, то вполне возможно цена начнет крутой опеке 25 и там вполне возможно может быть даже будет и 20. Но это не самое страшное, что произошло на рынке криптовалют за последние дни. А главным ньюсмейкером последних дней, с того момента, как мы с вами не виделись, стал Binance или Binance. Называйте как правильно. Вы, кстати, можете написать в комментариях, как правильно говорить по-русски или на русском языке Binance или Binance. И вообще в целом пользуетесь ли вы этой площадкой. У нас на канале есть нескрываемое специфическое отношение к этому ресурсу, но мы не можем игнорировать его, независимо от того, нравится он нам или не нравится. Или, как говорил классик, нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Так вот, мы как бы тоже терпим, потому что другой классик говорил, денег нет, но вы держитесь. И вот мы тоже, как бы смотря на Binance, держимся. Тем более, что они такую довольно-таки интригующую информацию вывалили буквально вот 3 августа. Значит, по официальному заявлению CG, это руководитель, владелец SEO Binance, 150 миллионов пользователей на данный момент уже имеется на платформе Binance. Почему важна вот эта именно цифра 150 миллионов? Потому что есть концепция о том, что когда количество активных пользователей криптовалют достигнет 1 миллиарда ежемесячно, ну, в идеале, конечно же, эта цифра должна стать одним миллиардом ежедневно, то есть мы достигнем некого такого гандикапа, некой отправной точки, после которой произойдут глобальные изменения на рынке криптовалют. То есть, ну, вот сейчас мы с вами все еще в таком, ну, на таком, по сути, уровне стартап-индустрии, потому что вся экономика криптовалют около 1 триллиона долларов. Самая крупная, ну, как бы, или та биржа, которая считает самой крупной, или которая заявляет себе самой крупной, у нее 150 миллионов пользователей зарегистрированных. Да, то есть мы тут должны с вами понимать, что, ну, скажем так, зарегистрированные пользователи – это не те пользователи, которые есть активными ежедневно. И вот я еще раз вам хочу вот эту цифру зафиксировать. Да, по разным прогнозам, 1 миллиард месячных пользователей криптовалют будет к 2030 году. 2030 год – это такой год перемены, когда многие считают, что умрет капитализм, наступит, придет тот социальный строй, который принято называть нетократией. И вот этот золотой миллиард, то есть в интернете признано, как бы, принято считать миллиард пользователей, да, это вот, ну, самый такой важный показатель, то есть в миллиард пользователей свое было время в интернете, да, там миллиард пользователей на каких-то там есть сайтах, условно говоря, на Фейсбуке, допустим, да, или миллиард пользователей айфона, да. И вот когда криптовалютами ежемесячно станет пользоваться миллиард, Все, уже это будет полноценная, большая, крупная индустрия, с которой, скорее всего, ничего уже не случится, но в которую, в том числе, довольно-таки тяжело будет попасть. И я для вас специально, как бы, ну как сказать, акцентирую это внимание. Почему это? Значит, что мы, конечно, говорим о том, что время пришло вам поймать биткоин, но по сути у индустрии криптовалют еще есть поле для роста. Вот скажем так, если Binance заявляет, что у них 150 миллионов, то пока Binance дорастет до 1 миллиарда пользователей, это плюс-минус там рост, ну примерно в 10, там может быть в 8 раз. И, соответственно, мы надеемся, что от 150 миллионов, пока рынок будет расти к миллиарду активных пользователей, это значит, что, ну там, я не знаю, весь рынок криптовалют может вырасти, допустим, раз в 5. По разным тем же прогнозам к 2030 году мы ожидаем общую капитализацию рынка криптовалют от 5 до 10 триллионов долларов. И каждый из вас имеет возможность пока еще пути как бы входа на рынок криптовалют для простых смертных открыты, зайти. И вот так как мы сегодня тему нашу назвали, где покупают биткоин, давайте в принципе посмотрим, кто эти люди, которые в разных странах покупают биткоин. Мы решили с вами обратиться к такому ресурсу, который называется ICO Analytics. Он каждый, каждый месяц публикует у себя веб-трафик посещаемой с криптобиржей. Ну, как бы 7 июля или там 10, вернее 7 августа, да, или там 10 августа у нас будут свежие данные за июль месяц. Но плюс-минус данные от месяца к месяцу, они одинаковые. Вот теперь смотрите, по бинаншу они заявляют, что у них 150 миллионов зарегистрированных пользователей. При этом активных посетителей у них ежемесячно всего лишь 55 миллионов. Я сейчас не собираюсь анализировать то, ну, как бы, насколько вот ежемесячное количество посетителей, площадки, которые, которые, как бы, отслеживают, да, открытые ресурсы, там, аналитики из открытых ресурсов, типа, как семиляр веб, и мы сегодня будем к нему снова обращаться. Это, как бы, настоящие люди, насколько это некупленный трафик. Тут уже, как бы, ну, на вкус и цвет каждый сам себе решает. Но мы просто можем сказать, что аналитики отмечают, что у бинанса 55 миллионов посетителей, у других криптоплощадок, допустим, у Coinbase, там, 28, да. Bybit 15, там, Bybit 12, OKEX 9, ну, там, допустим, Kraken 4 миллиона, да, Uniswap 4 миллиона, Crypto.com 4 миллиона. То есть, по тому, как посещают криптобиржи, мы с вами можем определить такую, как говорится, среднюю температуру по больнице, да. Тут можно высчитать среднюю арифметическую цифру. То есть, если вы хотите попасть в топ-20 активных криптоплощадок, или если вы хотите начать торговать на какой-то площадке, вам просто надо проверить, посмотреть, какое количество пользователей есть ежемесячно. И, соответственно, если есть там от 2 миллионов, да, то это уже площадка считается надежной. Ну, я, если честно, все равно довольно-таки скептично отношусь к 55 миллионам. Я думаю, что средняя посещаемость, вот именно, ну, вернее, даже не столько средняя посещаемость, сколько ядро криптоэнтузиастов во всем мире, оно где-то вот кроется в таких цифрах, да. Это где-то от 10, ну, давайте брать там до 20 миллионов, да, то есть активных людей, которые ежемесячно что-то покупают или что-то продают. Их, скорее всего, примерно вот такое количество. И мы с вами, мы для вас сегодня подготовили некоторую статистику, мы взяли, открыли ресурс SimilarWeb для того, чтобы посмотреть, кто же эти люди и где на данный момент активно покупают биткоин. И мы также попытаемся с вами проанализировать, почему, допустим, в этих странах, ну, покупают или не покупают биткоин. Значит, мы идем на ресурс SimilarWeb, да, открываем там вкладку Binance, вы все то же самое можете сделать сами. Причем, видите, я даже специально там не логинился, чтобы вы не там не подумали, что это какая-то закрытая информация. Нет, это полностью бесплатная информация, доступная для каждого из вас. Каждый из вас может взять то же самое, сделать и посмотреть. Значит, информацию, которую мы видим по Binance, 55 миллионов пользователей, это посещаемость их, да, на самом-то деле. Все правильно. В среднем 9 минут люди проводят на Binance, то есть торгуют на Binance люди 9 минут. Не знаю, что это за трейдеры и насколько они, скажем так, успевают за эти 9 минут, сколько сделок они успевают провести, да. Но вот статистика говорит сама о себе. Причем здесь мы можем также видеть довольно-таки такой интересный рост, рост посещаемости, да. Далее перед вами топ, по сути, 1, 2, 3, 4, 5, топ 5 стран по посещаемости биржи Binance. Да, вы видите, ну как бы первая эта страна, всем известная под названием 404, 6% пользователей из этой страны посещают Binance. Ну, то есть дальше мы можем высчитывать, сколько от 55 миллионов условных сибиряков посещают ежемесячно биржу Binance. Ну, по понятным причинам, когда экономика страны, которой руководит всем известный Карлик, рушится. Когда сегодня, по-моему, курс доллара по отношению к рублю уже достиг рекордных 95, люди выносят, выводят деньги из страны и делают это активно. Также мы видим здесь Турцию, да. Турция это тоже страна, которая живет в преддефолтном положении на протяжении уже последних нескольких лет. У них очень-очень большая инфляция. По сути, Центробанк Турции отпустил турецкую лиру в свободное плавание. И, ну, как бы, те из вас, кто или живут в Турции, или бывали в последние годы в Турции, знаете сами, что с экономикой этой страны происходит. И при этом, при всем это тоже является довольно-таки понятной причиной, почему люди, живущие в Турции, плюс, как бы, исторически сложилось, что турки любят торговать, да, там, Байрактары, допустим, в Украину поставляют, в том числе для того, чтобы богоугодное дело украинцы делали, да. Что у нас дальше? 5% посетителей Бинанса это у нас Аргентина. Ну, то есть, по сути, если 55 миллионов человек ежемесячно посещают, то, значит, 10% у нас это 5 и 5,5 миллионов, а 5% это, кто быстро посчитает, это где-то около 2,5 миллионов. То есть, 2,5 миллиона жителей Аргентины ежемесячно посещают Бинанс для того, чтобы, для чего? Для того, чтобы сберечь свои средства и купить биткоин, да. Ну, для, да, вот, кстати, здесь у нас даже на карте Аргентины, видите, показано, для того, чтобы купить биткоины, для того, чтобы сохранить свои средства от обычной инфляции, которая тоже в этом году, да и, по-моему, и в прошлом году была в Аргентине очень-очень-очень большая сила. Ну, и дальше последние страны у нас идут Вьетнам и Украина, чуть меньше 5%. Окей, и, да, что еще по Бинансу, тут мы можем с вами посмотреть аудиторию, кто на Бинансе покупает. Значит, 72% пользователей Бинанс это мужчины, 27% это женщины, значит, пенсионеры возрастом 65 плюс 3%, 55-64, 6%, 10% населения, вернее, 10% посетителей Бинанса это люди возрастом 45-54, практически 20% это средний возраст 35-44, молодежь 25-34, 36% самая лидирующая группа и, скажем так, активные, я не знаю, как назвать, студенты, да, возможно, это 23%, если вместе мы складываем, у нас получается 50-59, около 60% пользователей Бинанс это люди с населением, это целевая аудитория, это люди с возрасте от 18 до 34 лет, то есть это довольно-таки молодые люди, соответственно, из этого тоже можно сделать определенные выводы о количестве ресурсов, и которыми владеют люди, да, в разных странах, или точнее даже в перечисленных странах, да, возрастом от 18 до 34 лет, и дальше мы тоже чисто гипотетически можем представить средний арифметический чек, который инвестируют эти люди в криптовалюты, да, окей, с Бинансом мы закончили, идем дальше, дальше у нас моя любимая биржа OKX, та биржа, которая наша команда в свое время довольно-таки активно помогала выходить на рынок Украины, мы проводили совместно с OKX митапы, несколько митапов было в Киеве, в Харькове, Днепропетровск, Одесса, вернее, Днепр, Одесса, Винница, да, и 9,8 миллионов посетителей биржи OKX на данный момент. Далее смотрим у нас, как распределяется, интересно распределяется география посетителей. И вот теперь смотрите, да, у нас есть Бинанс, у нас есть OKX. По сути, это две площадки с довольно-таки подобным функционалом, это две площадки, где многое торжественно, да, то есть там они конкурируют очень долгие годы. Теперь смотрите на аудиторию. На первом месте на VOKX кто? Это японцы, то есть это та страна, где биткоин давно легализирован, да, это та страна, которая по, не знаю, по ВВП, по владению какими-то IT-разработками, да, по владению инновационными ресурсами долгие-долгие уже годы находятся на первом месте. То есть очевидно, что те средства, которые способны инвестировать среднестатистический японец или среднестатистический бурят, они, ну, очевидно, что они разнятся, да. Очевидно, что, там, я не знаю, жители какого-нибудь турецкого города, не знаю, какой, Бельбек, да, и жители Киото, они по-разному относятся к инвестициям. И если для какого-нибудь, я не знаю, аргентинского футболиста низшей аргентинской лиги покупка биткоина является инструментом для борьбы с инфляцией, для того, чтобы спасти свои кровные деньги, то для менеджера среднего звена в Японии это вполне возможно является, ну, таким хорошим, осознанным выбором, да. И дальше, какие выводы мы можем из этого делать? Это инвестиционная привлекательность тех токенов, которые размещаются на Binance и которые размещаются на Kix. То есть, многие у себя в голове фантазиях держат мысль о том, что вот, если какой-то токен есть на Binance, все, это значит, надо в него инвестировать, значит, все будет хорошо. А вот статистика говорит немного иначе, можно на одну и ту же ситуацию смотреть по-разному, да. Дальше, мне очень льстит и мне приятно то, что Украина продолжает занимать топ на бирже OKX, как я уже сказал, потому что мы команда CryptoDealers, вы можете это посмотреть у нас на канале, есть большое количество видео, посвященных и бирже OKX, и интервью с участниками команды OKX, и разные видеоотчеты из наших мероприятий. И уже, как бы, пару лет прошло, да, скажем так, с начала войны, когда OKX активно не работает в Украине, но при этом, при всем, более 8% пользователей OKX, а это, ну, если так, навскидку, где-то там в районе миллиона человек, да, там, наверное, где-то, ну, 1800, да, допустим, потому что если там около 9 миллионов пользователей, то 8% это там, ну, пусть будет 800, пусть 700 тысяч, но все равно они продолжают доверять OKX. Значит, далее у нас Картофельная Республика и Китай и Таиланд, да, это тоже очень такой хороший показатель, потому что и Китай, и Таиланд являются очень, ну, хорошими странами по количеству высоко, ну, хорошо, не высокобогатых людей, которые хорошо, активно инвестируют в криптовалюты. Ну, и тут по возрасту, да, мы тоже можем посмотреть, что, в принципе, плюс-минус ситуация такая же, как у нас на Бенансе. Идем дальше, мы взяли для вас еще одну биржу, которую, я думаю, очень хорошо знают наши жители, тем более жители славного города Харьков, всем харьковчанам мы передаем привет, мы любим Харьков, в Харькове, в принципе, зародился канал Криптодилерс, если кто об этом не знает, да, потому что первая еще домашняя студия, первые эфиры канала Криптодилерс, они начинали, начинали свою трансляцию именно из Харькова. Вот, Биржа Вайт Бит тоже, как и канал Криптодилерс, родились в Харькове, вот, и Биржа Вайт Бит известна тем, что в последние, ну, за последнее время, чем она стала известна? Она стала официальным криптовалютным партнером футбольного клуба Барселона, Месси, конечно, уже в Барселоне не играет, но все равно Барселона остается Катаонским, довольно-таки серьезным, известным клубом. У Вайт Бит, боже мой, Камар летает, у Вайт Бит, сказал Вайт Бит и прилетел Камар, не знаю, с чем это связано, но довольно-таки забавно. У Вайт Бит 12 миллионов ежемесячных посетителей, ну, очевидно, да, что на первом месте у нас идет Украина, а дальше тут можно проследить, скорее всего, географию развития, или там, европейской экспансии данной площадки, или же, как я думаю, возможно, это то, где сейчас на данный момент из-за войны оказалось большое количество вынужденных переселенцев, мигрантов. Это Германия, Польша, Испания. И что лично мне тоже интересно и удивительно, это Армения на пятом месте, 5% пользователей биржи Вайт Бит, это пользователи из Армении. Вот. Далее мы можем посмотреть на то, как возрастная категория. Вот здесь интересно то, что, в принципе, она похожа с Binance и с OKX, но при этом, при всем, более молодая аудитория, да, тут, то есть, 18-24, более такой рывок у нас делают. Окей, с этим мы тоже, как бы, поняли, посмотрели. Давайте идем дальше. Биржа Кракен – это такая хорошая американская площадка from California, San Francisco. И та биржа, которая у таких true-криптонов, скажем так, пользуется довольно-таки хорошей репутацией. У этой биржи 4 миллиона посетителей ежемесячно. И давайте посмотрим, какие у нас страны. И вот, смотрите, да, мы с вами говорили о 50 миллионах на Binance, и посмотрели географию, и представили, кто эти люди. А теперь давайте посмотрим на биржу Кракен. У биржи Кракен более 20%, а если говорить точно, почти 25%, а если быть точных до, там, до десятой запятой, это 23 и 25%, то есть, более 23% аудитории – это жители Америки. Далее идет, почти 11%, 10% – это Германия, почти 7%, 6,98% – Великобритания, 5,94% – Франция и 5,7% – это Испания. То бишь, о чем мы с вами можем говорить? Мы можем говорить, что и вот из тех площадок, которые мы с вами просмотрели, на данный момент получается, что у Кракена, я не знаю, там у нас еще есть несколько бирж, которые подготовила нам редакция, но у Кракена, при том, что посещаемость не такая уже и большая, и скорее всего, так как это площадка американская, скорее всего, там просто трафик не накрученный, как на иных площадках, да, и вот 4 миллиона посетителей у них, ну, скажем так, Крак – это довольно-таки состоятельные люди, люди, живущих в больших цивилизованных странах, где среднемесячный доход позволяет инвестировать не по 10 долларов, как на бирже, которая себя называет номер один, да, а, допустим, по 1000 долларов ежемесячно. И тут дальше мы с вами можем подумать о том, где, на каком ресурсе выгоднее делать листинг, да, если вот, допустим, у вас есть какой-то токен, вы хотите сделать листинг, где выгодно сделать листинг, на Binance, где у нас аудитория, ну, сами вы видели откуда, или на Кракене, где аудитория есть из Америки, из Германии, где у людей есть деньги, и, ну, скорее всего, есть такой опыт и понимание того, куда нужно инвестировать. И также вы посмотрите, как у нас скачет сразу баланс посещаемости. Если перед этим у нас гендерное распределение и возрастной ценз, он плюс-минус был одинаковый, то сейчас у нас рывок идет по аудитории 25-34, и даже темно-синем 35-44 выделена более сознательная взрослая аудитория. То есть мы можем снова-таки с вами делать выводы из открытых источников о том, что аудитория биржи Кракен – это более осознанная, более богатая и более взрослая, вот такая устоявшаяся аудитория, то есть это такие, скорее всего, возможно, там менеджеры среднего звена, потому что человек в возрасте 35-44 – это тот человек, который, скорее всего, уже чего-то достиг, он мог уже что-то и потерять, но, скорее всего, те инвестиции, которые он делает, инвестиции в криптовалюты, они осознанные и посредовательные. Поэтому, если вы думаете, допустим, над той площадкой, где бы вы могли себе купить биткоин, для того, чтобы поиметь биткоин вместе с каналом CryptoDealers, я рекомендую вам задуматься над биржей Кракен. Кстати, на бирже Кракен очень хорошо налажена работа не только с американским долларом, как таковым, но и с евро, и, как мы видим, теперь почему, да, потому что Германия, Великобритания, Франция, Испания – это те страны, которые активно, как и я в том числе, пользуемся биржей Кракен. Идем дальше. У нас осталось буквально там еще три площадки для просмотра. Ну, мы не были бы собой, если бы не прорекламировали сами себя или свои достижения, не показали вам еще одну площадку к развитию, которой наш канал в свое время тоже имел довольно-таки прямое отношение. Это биржа Crypto.com. И вы прекрасно знаете историю о том, что мы были практически первыми, кто начали поддерживать эту биржу в нашем регионе. Мы очень довольно-таки большое количество контента сделали у этой биржи. Вы можете его посмотреть у нас на канале. И давайте смотрим. Посещаем у нас 4 миллиона, да. А теперь смотрим по тому, кто же эти люди. И здесь я тоже должен сказать, что я, готовясь к этому эфиру, получил, ну, скажем так, довольно-таки большой, такой позитивный заряд, потому что посмотрите, какая аудитория у биржи Crypto.com. Это Америка 23,8%, Великобритания 7%, Канада 5%, Италия 4%, И Австралия, впервые мы попадаем на Австралию. То есть это, ну, британские такие англосаксы, что ни на есть, самые главные. Не знаю только, как Италия сюда, ну, как бы попала, да. А, знаю, я знаю ответ на этот вопрос. Crypto.com, одно из самых развитых комьюнити в Европе, это как раз итальянская комьюнити. И поэтому вот 4% посещаемости из Италии. Но в целом, да, вот посмотрите, на какие отборные сливки аудитории есть на биржи Crypto.com. Повторюсь, да, Америка, Великобритания, Канада, Италия, Австралия. То есть это стабильные страны, страны с хорошей экономикой. Да, в этих странах есть регуляция, да, в этих странах есть фондовый рынок, да, в этих странах есть надзорные органы типа СЕК и других организаций. Но что это значит? Это значит, что люди, имея возможность инвестировать в другие инструменты, они выбирают Crypto.com, они выбирают ресурсы Crypto.com. И снова-таки, если вам будет интересно, в какие токены инвестировать, я бы задумался над токенами, которые размещены на площадках Kraken и Crypto.com. Идем дальше. Напоследок у нас есть для вас два DEX, да, это Pancake Swap с 9 миллионов у нас посещаемость. И страны у нас идут, смотрите, Соединенные Штаты, Россия, Япония, Вьетнам и Таиланд. Соответственно, тоже в принципе у нас довольно-таки неплохая посещаемость, да. Далее, далее давайте мы посмотрим на площадку под... А, нет, давайте мы еще зайдем на возраст, да. Что у нас с возрастом? Возраст у нас на площадке Pancake Swap 18-24, 35-34. И кто еще у нас? Кто у нас еще здесь есть? Здесь они, да, не собирают никакую больше другую информацию. Ну, в принципе, да, в принципе у нас картина подобная, подобная, наверное, ОКексу, да. Вот что интересно, Pancake Swap имеет отношение к первой бирже, которую мы с вами рассматривали, да. А аудитория здесь совсем другая. Здесь у нас Америка, страна 404, Япония, Вьетнам и Таиланд. То есть на Pancake Swap, и даже, наверное, если посмотреть, да, вот по топу, больше торгуют азиаты. И, снова-таки, токены, которые у нас размещены на Pancake Swap, это, скорее всего, те токены, которые в той или иной степени востребованы в Азиатско-Тихоокеанском регионе или регионе, который называется у нас ASEAN. Окей, давайте дальше смотреть на крайнюю площадку, которую мы вам подготовили. И это у нас площадка называется Oneinch. Oneinch, так, смотрим на Oneinch. Смотрим на то, что у нас, ну, как бы, что под капотом, да, как принято говорить. Oneinch у нас удивил лично меня посещаемостью меньше миллиона, потому что, если честно, я думал, что на, как бы, именно этим DEX пользуется большее количество пользователей. Не знаю, почему так произошло, не знаю. Но, в целом и в общем, думаю, что, если вы не пользовались Oneinch, то, наверное, можно попробовать это сделать, да. Давайте дальше посмотрим, что у нас по аудитории, да. У нас, снова-таки, на первом месте страна 404. Далее у нас идет Великобритания. Соединенные Штаты Америки. Украина. Индия. И вот здесь интересно, что впервые из тех площадок, которые мы с вами рассматривали, у нас попадает в топ Индия. Интересно? Я считаю, интересно. Интересно почему? Потому что Индия является недооцененной страной. Индия является недооцененным регионом. И потенциально, ну вот смотрите, да. В Индии живет уже официально более одного миллиарда человек. Это значит, что потенциал просто людской в Индии сравним, ну, наверное, как минимум с Китаем. Но ни на одной из рассматриваемых нами площадок мы почему-то не видели людей из Индии. Давайте посмотрим на возрастной, ну, скажем так, возрастной состав, да. Как говорит сайт SimiliarWeb. Здесь мы снова-таки видим плюс-минус одинаковая история. При этом женщин там было обычно, по-моему, 25-27%. Здесь у нас везде, здесь у нас получается на VODINCHE 28. И далее смотрим на, ну, как бы на состав по процентам. Значит, 21% у нас это 18-24. 37% это у нас категория 25-34. И далее у нас идет категория 35-44-19-9%. Ну и дальше идет у нас снижение. В целом, друзья, мы с вами рассмотрели самые главные торговые площадки. И напишите в комментариях о том, ну, как бы, какими торговыми площадками пользуетесь вы. И какие торговые площадки, на которых можно покупать криптовалюты, вам было бы интересно, чтобы мы рассмотрели в наших следующих эфирах. Поставьте, пожалуйста, также лайк этому видео. Ну, или же дизлайк, да, потому что у нас было много разных шумов в этом эфире. Потому что пятница, в пятницу никто не должен работать. Все должны чтить шаббат и активно веселиться. Для того, чтобы у вас всегда были ресурсы для веселья, я напомню, что канал CryptoDealers рекомендует вам задуматься о том, как вы можете поймать биткоин. У вас для этого осталось 266 дней, 7 часов и 57 минут. На этом все, друзья. Вы смотрели канал CryptoDealers. Увидимся на следующей неделе. Всем пока!